На смену буйству красок, легких воздушных тканей, характерных для жаркого лета, приходят умиротворяющие оттенки, теплые и уютные материалы, приятно согревающие в холода. Однако, по мнению стилистов, прохладная погода не повод выглядеть скучно и уныло. О модных тенденциях сезона «Осень-зима-2017» рассказывает управляющая салоном ткани модного дома «Я» Наталья Лукошкова. Уже много сезонов подряд сохраняет свою актуальность такой тренд, как клетка. Бело-черная, светная, двухсторонняя, цветы ньют. И с помощью клетки можно создать как раз-таки разные образы, либо очень острый модный или нежный трогательный. Геометрия, мелкая графика, горошки, клеточки, прямоугольники, треугольники. Чем они мельче и контрастнее, тем интереснее получается принт и в целом образ. Монохром. То есть тоже очень интересный тренд, когда мы одеваемся в один цвет с головы до ног. Блузка, костюм, пальто. Все в одной цветовой палитре. Но если мы добавляем еще и разные фактуры, то тогда образ получается более сложным и интересным. Относительно нашего сезона одним из главных трендов является фактура. Без нее никуда. Чем она будет крупнее, тем она будет теплее. Объемные трикотажи, объемные рогожки, букле. То, что является максимально эффектным и максимально теплым для наших холодных, нагодных условий. И если все это будет макрашено в природные цвета, то образ получится очень благородным и стильным. Гламурный шип, который предлагают в этом сезоне дизайнеры, в современной трактовке не столь глянцевый и вычурный, как носили в нулевые. Этот пышный тренд связан с фактурой, легким блестящим напылением. Не имеет явного блеска, получается блеск такой мерцающий, немножко приглушенный, более перламутровый, не такой открытый. И образ получается в целом элегантным, но при этом остромодным. Ткани с напылением уходят в серебро или в золото, переливаются, то есть добавляют нам блеска, яркости, хорошего настроения. Делают нас воистину гламурными. Один из макротрендов современности – все ранние границы между сезонами. Так в летнюю моду проникает мех, а в зиму – легкие фактуры и цветочные мотивы. Флористические темы приносят частичку лета в нашу долгую зиму и делают образ очень трогательным и нежным. Так, например, коралловые цветы на фоне черной рабошки смотрятся как будто аппликация, очень выразительными. А с добавлением меха это выглядит еще более беззащитно. Чем они интереснее и художественнее будут выглядеть, тем интереснее и сложнее будет образ. Вышивка. Мы привыкли видеть ее в летнем сезоне, она сейчас используется и в осенних тканях, так, например, очень эффектно будет смотреться пальтовая ткань с элементами вышивки. То есть, опять-таки, образ получается максимально женственным. А вообще, надо сказать, что в этом сезоне тема женственности, она такой красной линией просвечивается у всех модных дизайнеров. Цвет – одна из главных модных категорий. Традиционно стилисты ориентируются на 10 оттенков, которые каждый сезон предлагает Институт цвета фантом. Дизайнеры иной раз выходят за рамки этих рекомендаций. Красный – несомненный фаворит этого сезона. Самый сексуальный, самый харизматичный. В сегодняшнем дне он тоже имеет разные оттенки. И винно-красный, и ягодно-красный. Так что можно выбрать любой, который подходит вашему цветотипу. И самое главное, что дама в красном, она будет максимально эффектна на любой вечеринке, в любой повседневной жизни. Так что очень хорошо, что мы носим красный цвет, и он сейчас является одним из основных трендов. Желтый цвет символизирует интеллект и хорошее чувство юмора. И все производные желтого цвета, такие как банановый, цвет подсолнуха, лимона, горчицы. Максимально выигрышно на сером фоне будет смотреться желтый цвет, на фоне белого снега желтый цвет будет очень заметный. То есть дама, которая хочет выделиться из толпы, хочет привлечь на себя внимание, как раз-таки может его рассмотреть как один из вариантов. В сезон мы носим серый цвет, и он смотрится очень по-европейски, стильно, элегантно. То есть мы одеваемся в один цвет, но с добавлениями разных фактур. Другими словами, скучным предстоящий сезон осень-зима не будет. Дизайнеры предложили многообразие принтов, фактуры и цвета. Что же касается линий и силуэтов, это тема отдельного разговора, и мы его обязательно продолжим.